Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В Пресненском суде слушается дело Михаила Ефремова. Ранее все ходатайства Эльман Пашаев, защитника Ефремова, были отклонены. Значит, Эльман Пашаев сказал, что обеспечил явку Светля Гаева, которого в Анапе хотели допросить посредственно в видеоконференц-связи, обеспечил явку в Москву, сделали перерыв и должны были заслуживать Светля Гаева дослушивать. Но Эльман Пашаев вызвал в суд Ливана Бадасяна, который может подтвердить, что в автомобиле актера еще кто-то находился. И далее начинается опрос свидетеля Ливана Бадасяна. Значит, свидетель утверждает, что был в Плотниковом переулке, где находится пап Уллис в день ДТП, где был Михаил Ефремов. Значит, он говорит, что личность с Ефремовым не знаком, и заявляет, что благодаря одному из блогеров нашел выход на адвоката Пашаева. Говорит Бадасян. Он говорит о том, что покупал там контрабандные сигареты блоками, эпидемия, все магазины закрыты, пустые улицы, машин нет. В 21.10 или в 21.15 передо мной шел мужчина, он говорит, стоял джип с блатным номером, имеет в виду джип Ефремова. Человек сел на заднее сидение, я точно видел, прямо-таки кричит свидетель. То есть он видел, что в 21.10, 21.15 перед ним шел человек, который сел на заднее сидение Ефремовской машины. Дать точное описание он, сославшись на темноту, не может, но говорит о том, что, если я не ошибаюсь, на нем была бейсболка, белая, белая бейсболка. Рост выше вас, говорит свидетель, обращаясь к Пашаеву. То есть Пашаев вызвал не только свидетеля из Анапы, но и вот свидетеля Ливана Бадосяна, который видел, что машину Ефремову садился незнакомый человек. Ну, знакомый, незнакомый, я не знаю, но садился человек. Также он утверждает, что другие свидетели тоже сообщали о нахождении еще одного человека в джип, но почему-то изменили свои показания. Я не понял, почему они изменили показания. Мне дали телефон Пашаева. Я точно утверждаю, что это была именно та машина, заявляет свидетель. То есть он говорит о том, что другие свидетели тоже сообщали о нахождении еще одного человека, но почему-то изменили свои показания. Интересно, почему же они их изменили. Но вот, собственно говоря, он связался с Пашаевым и дал ему разъяснение, свои показания о том, что, значит, в машину к Ефремову садился человек. Прокурор интересуется, кем он работает. Бадосян сообщает, что он предприниматель, у него своя точка на улице Гончарная, Кожевинная мастерская. Он зарегистрирован как ИП и также занимается адаптивной физкультурой, рассказывает Бадосян. Значит, ну это очень серьезные, на самом деле, показания. Почему? Потому что сейчас дальше можно будет послушать те, кто информацию получает здесь, на моем канале. Я просто хотел, чтобы вы знали, что все что-то голову опустили, ходатайство отклоняют. Давайте все-таки до конца дня дождемся, потом будем делать выводы, не будем тоже так гнать на судью, на всех подряд. Понятно, что все очень переживают. Все дело в том, что, помимо Гаева, который видел свидетель, который видел, что Ефремов был на пассажирском сидении непосредственно после ДТП, которого обеспечил явку Пашаев, еще пришел еще один свидетель, который видел, что, значит, в машину Ефремова подсел человек на заднее сидение непосредственно, значит, когда машина стояла в плотниковом переулке около бара. Это тоже очень ценные сведения, потому что это говорит о том, что в машине Ефремова машина отъезжала, человек был, никто же не видел, как он выходил. Поэтому можно говорить о том, что, значит, этот человек мог, в принципе, и пересесть там, где вот эти 22 камеры, которые Пашаев ходатайствуют, чтобы показали, что на них видно. Человек мог пересесть, человек мог что угодно делать. То есть здесь уже необходимо конкретно расследовать все это дело. Но это пока преждевременно об этом говорить. Я думаю, что нужно дослушать все эти показания свидетеля. Но, тем не менее, вот такое дело. С вами был Будда Грижна. Ребят, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok